Неужели я дошла до жизни своей мечты? Хочу поделиться, я хочу это рассказать Сейчас, получается, может проявиться кто угодно И люди покупают, и это приводит к разочарованию не только в продукте, но и в личности Это классный инструмент, здорово, что площадка дала нам такую возможность Сейчас тренд на то, чтобы представитель какой-то профессии, какой-то индустрии становился шоуменом, становился артистом Однако, вот эта изочаренная форма выпендриваться, так скажем, каждой своей покупкой, каждым своим достижением Она, на мой взгляд, зрелых людей психологически отталкивает Одно из самых распространенных возражений про личный бренд Это история про «Я хочу прокачать инстаграм, и это равно строить личный бренд» Вы знаете мою позицию по этому вопросу, но вы так часто спрашиваете про то, как работать в инстаграм Как прокачать инстаграм, что делать со сториз Что я, наконец-то, начала приглашать экспертов, которые будут раскрывать тему грамотно в инстаграм И сегодня у нас в гостях Виола Инсталова, и мы говорим про тренды, и мы говорим про продажи сториз Поехали! Первая тема, с которой мы будем начинать, это тема трендов Потому что наступает Новый год, и есть, наверное, тренды, которые мы можем использовать Использовать Виола Виола Инсталова в эфире, здравствуйте, друзья! Я эксперт по массовым продажам через блог, в частности, через сториз Эксперт, который сделает вашу аудиторию лояльной и покупающей Тренды и тенденции, которые будут актуальны в 2023 году Я хочу сказать, что я подготовилась немного необычным способом Я разделила эти тенденции, которые я вижу в рынке, на те, которые я, так скажем, не одобряю Но я их вижу, и вижу, как они набирают сейчас популярность И те тренды, тенденции, которые, на мой взгляд, актуальны И которые могут использовать абсолютно все, не только лидеры, не только те эксперты У которых большая уже масса и аудитория Вы имеете вариативность выбрать то, что вам подойдет А ты их рассегментировала Ну что ж, поехали! Первая тенденция, которую я наблюдаю сейчас, она прям набирает обороты Знаешь, такой призыв к экспертам, к специалистам Проявляйтесь, вот проявляйтесь Есть изощренная форма этого призыва и этой тенденции Она называется выюбивайтесь Это означает то, что я вижу, когда эксперты эксплуатируют какие-то успехи и достижения В такой прям примитивной изощренной форме И напрямую говорят, прям говорят Я сейчас буду выюбиваться своими результатами Своими достижениями, своими покупками Я свинюсь, потому что я вспомнила Знаешь, у меня просто такого рода клиенты работают Для которых вот то, что когда блогеры, ну как ты говоришь, выпендриваются в инстаграме Мы рассмотрим с моими клиентами И мы такие сидим недавно, послушаем И мы говорим, слушай, если бы я такие вещи, а что, такое нужно было выкладывать? То есть это, знаешь, для кого-то такой уровень нормы Что ты просто на это даже не обращаешь внимания То есть ты живешь просто в этом И ты такой, вау, супер инфоповод вот такой Так, может быть я не в тренде уже Может я вообще не понимаю, что нужно выкладывать То есть на самом деле за кадром у действительно людей, специалистов, которые где-то выступили С кем-то поработали, что-то купили, куда-то поехали Я знаю людей ценностных, столько они не показывают вот этого всего Потому что для них это просто норма, они в этом живут Люди на самом деле нас оценивают и по атрибутам успеха Особенно если это какие-то ниши, связанные с личным брендингом, с продажами, с финансами То есть, например, я не буду выбирать коуча, который прокачает мне какие-то денежные блоки Если это не соответствует моим представлениям о норме для такого специалиста То есть в этом есть какая-то логика Что если ты условно не соответствуешь по своему образу, по своему стилю жизни Какой-то норме в своей индустрии, в своей сфере То тогда и выбирать тебя не будут Поэтому в принципе тенденция проявляться, быть ярким, говорить открыто, показывать свои достижения Она нормальная Однако вот эта изочаренная форма выпендриваться, так скажем, каждой своей покупкой, каждым своим достижением Она, на мой взгляд, зрелых людей психологически отталкивает Хорошо, второй На фоне этой тенденции я вижу, как блогеры и даже эксперты, которые блогерствуют, так же, как и я Активно эксплуатируют тезис «Жить свою прекрасную жизнь» Иногда я вижу, вот у меня контент весь в сторис состоит из слова «Жизнь» Я живу свою прекрасную жизнь О, Господи, это жизнь моей мечты Неужели я дошла до жизни своей мечты? Мне это слишком концентрировано Для меня это слишком открыто О чем говорит? Вроде неплохая фраза «Жить свою прекрасную жизнь», но когда она тебе, вот знаешь, вот прям в экран Когда она тебе на каждой сторис вот так вот ляпнута Тогда ты начинаешь чувствовать, как будто с тобой что-то не так Если этот человек, у него там прекрасная жизнь и именно в том месте, именно в тех достижениях Ты начинаешь то чувствовать, какое-то ущемление, какое-то вот Это начинает тебя дискомфорт вызывать Мне кажется, что вот эта прямолинейная, примитивная форма трансляции жизни своей мечты В городе своей мечты В пустыне для богатых Она слишком очевидна И не работает на аудиторию уже более зрелую, более продвинутую Так А сейчас немного психологии Еще одна тенденция, которую я вижу Это чрезмерные, абьюзивные отношения со своими подписчиками Если я эксперт, так скажем, старой школы, которая всегда говорила Ребята, выстраивайте со своими подписчиками взаимоотношения Тогда они вас будут любить, уважать, у вас покупать То, что я вижу сейчас, эксперты и блогеры что делают? Они открыто нарушают границы своих подписчиков Они открыто манипулируют, жестят Показывают какие-то их недостатки аудитории Говорят о том, что если ты не выберешь меня То твоя жизнь, все, она будет в отстойне В отстойне, и просто у тебя ничего не получится И как ты вообще можешь сидеть на своем ровном месте Когда я вот тут такое творю На мой взгляд, это тоже сложно выдержать людям психологически адекватным И это та тенденция, которую я точно не поддерживаю Слушай, интересный ракурс, я никогда не смотрела на это так Я вообще, знаешь, буду тебе, ну, признаешь Я вообще редко смотрю чьи-то сторис То есть я отношусь к категории людей, которые заходят в сторис, если надо По делу Да, по делу, если надо прочекать, что с человеком, как у него дела Или, и в основном я смотрю сторис людей, которые не ведут сторис с целью что-то продать Скорее это нативное проявление себя Такое, знаешь, естественное подсвечивание своей жизни Каких-то вот таких вещей Поэтому вот, когда мы говорим про ведение сторис с точки зрения тренда Вот эти вещи, которые ты говоришь Я сейчас слушаю, понимаю, что да, я думаю, что в массах это присутствует Но я это все не вижу, это клево Это вне твоей реальности, это здорово И вот ты сказала, что люди, которые ведут сторис не для того, чтобы продать Это надо очень сильно любить Это один из секретов успеха, кстати Если ты этим не горишь Если ты не испытываешь жажду к этому признанию, к этой трансляции Вот, знаете, хочу поделиться, я хочу это рассказать Тогда ты можешь претендовать на какие-то результаты Если ты себя из-под палки заставляешь К сожалению, тебе будет сложно именно в этом формате контента Хорошо, а какие есть тренды, которые тебе нравятся, которые ты поддерживаешь? Тренды, которые уже становятся более очевидными Сейчас прямо это видно, что сейчас акцент эксперты делают не на свою экспертность, а на продажу своей личности Знаешь, что такое? Продать себя, продать свою личность Это и твой образ жизни, и самое главное, твой образ мысли Я поддерживаю эту тенденцию, потому что сейчас, получается, может проявиться кто угодно Даже если наши эксперты, они что любят делать? Обесценивать себя Я не такой крутой, как конкурент, который дольше в моей профессии находится Но при этом вы должны понимать одну простую вещь Что вот люди, иногда заходя в инфобизнес, делают запуски каких-то инфопродуктов Наставничества, курсов, марафонов, спринтов Если это не базируется на вашей готовности дать максимум аудитории И не базируется на вашем... Пусть вы стартапер, пусть вы пока не суперпрофессионал Но вы вкладываетесь на максимум от того уровня, который вы можете Вот если вот этой ситуацией будет дисбаланс в этом Я иногда вижу, что люди через личность что-то там продают И это то, что они продали, это... То есть люди такие, ну я купил Но я просто вижу обратную связь, когда известные люди, у которых есть социальное влияние Делают какие-то запуски и делают не очень качественные продукты И люди покупают, и это приводит к разочарованию не только в продукте, но и в личности Которая позволила себе выпустить от себя какой-то продукт Маленькая ремарка, просто в инфобизнесе иногда мне говорят, допустим Мария, не боитесь ли вы там инфо-цыган? Люди, которые там берут и что-то производят, ну знаешь, не имея под этим основанием А я сейчас говорю, что нет, абсолютно Потому что есть понятие повторной продажи Человек, который сделал что-то некачественно, инфо-цыгански Он продаст один раз этой аудитории И второй раз не продаст И ему всегда придется закупать трафик, что сегодня сложно Для того, чтобы постоянно продавать новую аудиторию Потому что старая возвращаться не будет, ЛТВ не будет Поэтому вот в тему этого тренда имейте это в виду Следующая тенденция, которую мы сейчас наблюдаем И которая гремит со всех страниц в инстаграме Это рилс Эксперты снимаете рилс И знаешь, такая червоточинка в этом призыве Очень часто эксперты по рилс обесценивают, например, формат сторис Они говорят, да зачем вы тратите время на контент, который исчезает через 24 часа Я категорически не согласна с этим Потому что мы с тобой знаем, что когда человек заходит на страничку к эксперту или специалисту Даже из рилс, что он делает? Он проверяет, он чекает, нравится ли визуал, нравится ли закрепленный сторис Нравится ли подача этого человека, харизма в его сторис То есть сторис обязательно должны быть Насчет тенденции по рилс Это классный инструмент, здорово, что площадка дала нам такую возможность Без вложений денежных получать аудиторию Но я использую, например, я как использую рилс Только как элемент воронки продаж Если у меня запуск, мне нужна новая аудитория Я снимаю там 3, 5, 6 рилс, которые ведут именно на мой продукт Ведут в шапку профиля, чтобы человек нажал на голубую ссылку Тогда я использую рилс На результатах запуска это классно срабатывает Можно сделать там x2, x3 Самые необычные товары, инфопродукты, которые люди умудрялись продавать через сторис всего за 7 дней Как же быть, когда говорят люди, что рилсы нужно делать регулярно Если ты не делаешь регулярно, постоянно, то они типа там не взлетают Тут нужно смотреть на сам аккаунт Если ты новичок в этом деле Если у тебя не раскачанный аккаунт То тебе действительно нужно поначалу вложить какой-то ресурс Какое-то время для того, чтобы твой аккаунт раскачался Я, например, ну такой вот я помазанник Я могу позволить себе не делать этого Потому что каждому рилс набирает там ну примерно минимум 25 тысяч просмотров Этого количества аудиторий мне хватает для того, чтобы набрать пол необходимых клиентов Супер, то есть это целесообразность такая И еще один тренд, который, возможно, не понравится части нашей аудитории Но я его поддерживаю, потому что я являюсь пропагандистом этого тренда Сейчас эксперты становятся не просто экспертами, а шоуменами Это означает, что скучные, безинициативные Люди, которые ничем не выделяются Которых, знаешь, обычное среднестатистическое проявление в своем контенте К сожалению, такие будут сходить с дистанции Потому что сейчас идет тренд на то, чтобы влюбляться глазами Почему рилс стали очень популярны Сейчас тренд на то, чтобы представитель какой-то профессии, какой-то индустрии Становился шоуменом, становился артистом Поэтому я очень рекомендую нашим зрителям прокачивать и эмоциональный интеллект И артистичность для того, чтобы быть более открытым Более амплитуду вот эту раскачать Чтобы больше аудитории влюблять себя Ну и в целом такая тенденция на 23 год Мы делаем ставку на себя как на личность И на прокачку лояльности Именно вот этот выбор в пользу вас, ваших подписчиков Будет давать вам большее количество продаж Чем вы имеете, например, сейчас Поэтому обязательно наши зрители должны сделать все от них зависящее Чтобы аудитория, подписчики становились более лояльными Проходили по вот этой ступеням привязанности Чтобы выбирали вас, нежели ваших конкурентов Именно поэтому у нас сегодня крутой подарок Да, и прежде чем мы перейдем к подарку Я хочу сказать, что это уже не первый эксперт, как вы знаете, на канале Который говорит про... Кто-то это называет работа с теплой базой Кто-то говорит лояльная аудитория Кто-то говорит создавать фанатов бренда Поэтому в следующий раз, как раз в нашем следующем выпуске Мы приняли решение поговорить про то, как увеличивать продажи через создание фанатов И что на это влияет вообще А сегодня у нас есть подарок Я подготовила классный, короткий, емкий и такой мясной контентный подарок Это урок о том, как сделать своих подписчиков лояльными Как из просто холодного зрителя, который только на вас подписался, сделать человека, который будет смотреть ваш контент, ваши сторис, ваш рилс каждый день и будет вас выбирать А механика моя любимая Мы говорим про инстаграм, мы говорим про сторис, мы говорим про тренды Мне кажется, хороший тренд делиться тем, что вам нравится, тем, что для вас полезно И если для вас этот ролик был полезен, а я надеюсь, что это так То поделитесь им у вас в сторис, отмечайте Виолу, отмечайте меня И в директ вам прилетит этот подарок И вы узнаете все о лояльности аудитории А в следующий раз мы уже копнем в эту тему глубже Продолжение следует...